Казалось бы, рынок такси уже не первый год более-менее урегулирован. В массе своей заказы оформляются через интернет, и всё казалось бы легально. Однако на деле всё далеко не так. Вот и приходится госавтоинспекции проводить время от времени рейды, дабы отделить зёрна от плевел. В подпольные извозчики водители идут по разным причинам. Коренные жители, желая не тратиться на лицензию и страховку. Нелегальные мигранты просто потому, что не могут получить официальное разрешение на работу таксистом. Всё это заставляет ГАИ проводить регулярные рейды. Если с документами что-то не так, то шофёры и пассажира просят, что называется, на выход. С пассажиров берётся объяснение об устоятельствах получения заказа. Водитель предъявляет документы. На основании этих документов составляется административный материал. В дальнейшем водитель будет доставлен в территориальный орган полиции. Останавливают госавтоинспекторы не все подряд авто. А в первую очередь те, что выкрашены в белые и жёлтые цвета. Именно так полагается для машин такси. Однако только устраивая проверки на дорогах, проблему не решить, убеждён тверской общественник Игорь Ангелик. Он не собирается терпеть нелегалов за рулём. И уже выявил более 350 таких персонажей. После поезда, когда я совершал домой, я заходил на сайт «Гейстакси Тверь», вбивал номер машины. И у меня было также в приложении в отчёте «Перевозчик». Я вбивал и показал, что этих перевозчиков «Гейстакси» нет. Соответственно, «Яндекс.Такси» меня обманывал. То есть у водителя не было разрешения и у перевозчика не было разрешения. И дело тут не только в формальностях. Если водитель нелегал, особенно это касается выходцев из ближнего зарубежья, то едва ли его машину проверяет автомеханик. А сам он, скорее всего, работает на износ. Всё это чревато ДТП. Выходом из ситуации стало бы сильное увеличение штрафов для агрегаторов. Чтобы их сумма начиналась от миллиона, а не как сейчас. Когда Игорь выиграл один из судов, то с нарушителя взыскали лишь 100 тысяч. Что для крупных перевозчиков как комарийный укус.